Привет, зритель! Сейчас будет обзор моего нового измельчителя. Старый, к сожалению, ушел на покой полгода назад. Марта. Английская марка. Тут всевозможные разновидности его. Стоило, счастье, 1540 с чем-то рублей. Так как покупала я его уже больше недели назад, то, честно, не помню. Ну, где-то лежит чек. Модель MT-2073. И инструкция по применению на разных языках. Вариация, то у нас светлый рубин. Номинальная мощность 150 Вт. Мощность при максимальной загрузке. 500 Вт. Объем чаши 600 мл. Два съемных ножа из державеющей стали. Подходит для измельчения, взбивания, смешивания. Удобная и безопасная кнопка управления. Съемная подставка для предотвращения скольжения. Удобство и простота в обращении и чистке. И электропитание 230 Вт-50 Гц. И сделано это у нас в Китае. На официальном производстве. Производственный филиал в Китае. Вот у нас крышечка такая. Бумажненькая. Ну, картонка вообще. Инструкция. Как бы написано, сколько чего можно загружать. И советую, как в магазине мне сказали, в первое время пользования, не сильно его загружать. И в отличие от моего Ирита, где максимум 10 секунд, можно в жетон работать. Здесь он работает максимум 1 минута. И 5 минут ему нужно отдыхать. И, кстати, не написано, что, допустим, там какие-то редиски нельзя измельчать. Как вы видите, было. Вот такая у нас махина. Коробочка будет встать. Ну, в пакетике. Шнур, как обычно, перебиндован. Своеобразной пластиковой ленточкой. Приличненький такой по длине шнур, в принципе. Срок службы 2 года. Довольно удобно в руке держать. Он, конечно, немного побольше по размеру, чем мой предыдущий. И да, я для себя уже поняла, что технику надо покупать исключительно в магазине специализированном, где вам дадут чек с гарантией. А не в каком-нибудь Ашане, где, если у вас какая-то поломка по гарантии случилась, то вам уже ничего не поможет. Это у нас мотор. Снимаем мы это. Так как всю любую технику, перед тем, как пользоваться, надо разобрать и промыть, а потом протереть и высушить, то сейчас мы так же поступим и с этим товарищем. Довольно туго входит. В каком-то плане плюс. Ну, как бы, у меня не вывалится ничего, и можно там перенести в каком-то плане минус, потому что я не сразу догадалась, как это раскрыть. Ножи съемные, острые. Я их даже чую. И при желании можно разъединить. Допустим, если вам надо, только один ножичек, одну пару. Соединение несколько иное, чем в эрите. И более, как бы, ну, скажем так, более качественное, наверное. Ну, в принципе, и цена, она различается от эрита в два раза. Ну, и сама чаша на 600 миллилитров. Ну, на самом деле, тут как бы больше миллилитров, но советую загружать больше, чем вот до отметки максимум. Как раз на 600 миллилитров. Деление 100, 200, 300, 400, 500 и 600. Я его омыла, вытерла. Теперь соберем. У меня тут порезанная морковка, как написано в инструкции, 2 на 2 сантиметра примерно. Вообще, тут совсем немножко морковки. Это, кстати, молодая морковка из деревни. От нашего деда, с его огорода. И, возможно, надо бы что-то еще побольше положить. Ну, просто проверим. Потому что я планирую потом измельчить нечто иное. Довести до кондиции, скажем так. Да, я поняла, почему тут туго выходило. Тут резиночка такая вставленная. И она как бы удерживает и крепит. Плотно, чтобы все сидело. Считаю, что вполне себе нормально это. Не, Рид, конечно, тоже был хороший. Он мне очень нравился. Возможно, когда-нибудь его даже куда-нибудь там снесу, отремонтировали. Сама как-нибудь разберусь. Но вот у нас теперь есть Марта. Да, кстати, здесь вот на крышечке есть такие как бы гвоздики, а тут такие вот выемки. Ну, и в них как раз попадает. Все стабильно. Нажимать надо вот тут клавиша пресс. Я сейчас подальше отодвину, чтобы оно в принципе было видно. Ну, сейчас попробуем. Ничего так работает. И в инструкции по применению, как бы сказано, сколько вот максимальная масса продуктов в большинстве. Вот если хлеб, то 40 грамм. Ну, я не знаю, кто хлеб будет измельчать. Орехи, допустим, или капусту 100 грамм. Ну, соответственно, шкурку с орехов надо с крылупу счистить. Снимите скорлупу с орехов. Потом морковь и вот яблоки, чеснок. Морковь, чеснок, морковь, точнее, яблоки, допустим, еще и лук, и рыба, и мясо. Максимально 150 грамм сюда загружать можно за один раз. Вот чеснок 125 грамм. Ну, и советуется, как вначале, по чуть-чуть вот так вот делать. Первое время, вот, будете, допустим, пользовать, то в несколько заходов измельчать. Ну, смотрите, даже небольшое количество моркови вполне себе хорошо режется, измельчается. До нужной консистенции вы можете дойти. Ну, и тут, как бы, то, что рекомендуется, максимальное количество времени обработки 15 секунд. Ну, тут изначально, пока вы будете использовать, там, ну, первые две недели, допустим, да, этот аппарат, то в несколько приемов, вот, мясо, допустим, 15 секунд. Ну, и также снять кожу, кости из сухожилия. Ну, мне удобнее вот это мясо в мясорубку пропустить. Я его покупала в основном, чтобы какие-то продукты, которые мне нужно измельчить, но погружным блендером не очень хорошо, ну, не справится он с этим так, как мне нужно. Станциональный блендер тоже не совсем к этому подходит. Какие-то вещи не всегда удобно делать в мясорубке или какой-то небольшой объем, и собирать мясорубку только из-за этого небольшого объема тоже как-то смысла нет. А измельчитель все-таки как-то к месту. Я полгода думала, хотела, ну, размышляла, стоит, не стоит, и пришла к выводу, что все-таки стоит. И вот совершенно внезапно именно марту взяла. Но мне оно нравится. Так что, если у вас вдруг тоже проблема купить измельчитель, и у вас есть, допустим, погружной блендер, социальный блендер, те, у кого есть полностью все кухонный комбайт, у меня такого нет, у меня все практически по разным запчастям, в смысле по разным приборам, разные совершенно приборы. Единственное, что электромясорубка, которая попутно еще и терка, еще там у нее какие-то возможности есть, то, в принципе, вам вопрос этот не стоит. А если вот вы, как я, ищите, помимо блендеров, еще измельчитель, потому что все-таки это немножко разные функции выполняют эти приборы, то, я думаю, взять марту – это оптимальный вариант. Есть, конечно, какие-то другие фирмы, но вот в магазин, где я покупала, там, в принципе, все было поштучно, и была марта, я на нее засматривалась в интернете, и посоветовавшись с продавцами, ну, с консультантом, скажем так, я поняла, что вот именно она мне подходит, плюс тут как бы двойные ножи, ну, и тоже он помощнее, чем и рит, допустим. Соответственно, быстрее справляется с тем, что вам нужно. Да, держать надо за вилочку, а не за шнурочек. Он спокойно снимается, его, конечно, на крышечку не поставишь, так как она тут такая неровная, как бы овальненькая немножко, яйцеобразно, скажем так, можно положить. Но я не считаю, что это какое-то уж очень удобство. Если приноровиться, то тоже удобно снимать эту крышечку. Вот такая мелкая морковка у нас получается. Местами она по стенкам размазалась, но там моркови-то было совсем чуть-чуть, запах свежей моркови. Ну и вот, в принципе, всё. Такой вот обзор этой новой моей техники. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверху. Ну и всем спасибо за просмотр. Пока!